Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить тортию. Это омлет с картошкой. И, пожалуй, это одно из самых популярных испанских блюд. Все знают более-менее паэйю, все знают хамон и все знают тортию. И все-таки это не совсем омлет, в типичном понимании этого слова. Туда, как правило, не добавляют молока. Я туда немножко молока все-таки добавляю, чуть позже объясню почему. И в целом, хочу сказать, что в Испании тортия очень-очень популярна, в частности в Мадриде. Вы можете зайти, пожалуй, в любой бар, ресторан. И даже рано-рано утром вам там обязательно предложат горячую, свежую тортию. И это очень вкусно. Я периодически захожу в такие чисто испанские барщики на районе, так скажем. Они здесь называются Барде Буэлло, Барде Тодлавида. И вот беру там тортию. Очень часто попадается, реально очень-очень вкусно. Вообще тортия блюдо достаточно простое. И для его приготовления нам потребуются следующие ингредиенты. На две порции мы возьмем три яйца куриных, две среднего размера картофелины, масло для жарки. У нас это оливковое масло в виде спрея. Это масло рафинированное. Оно не экстравирхен. У нас есть, конечно же, масло экстравирхен. Вот такое вот. Но это на самом деле такая очень спорная тема, какое масло лучше использовать для жарки. И многие считают, что экстравирхен масло, оно сильнее горит, образуется больше канцерогенов. Так что многие все-таки для жарки рекомендуют использовать именно вот такое вот рафинированное масло. Также нам потребуется, естественно, соль. И я буду использовать вот такой вот гранулированный лук. Вообще лук это еще одна тема для дискуссий, так как существует два радикальных мнения относительно лука в тортии. Кто-то считает, что лук нужно добавлять, кто-то считает, что совершенно не нужен лук в тортии. Но вот мне кажется, что лук все-таки нужен, но он должен быть вот таким вот именно гранулированным для того, чтобы давал аромат, но при этом не попадался на язык, так скажем. Ну и, как я уже сказал ранее, я буду использовать также немножечко молока. Картошку нам необходимо будет почистить. И порезать на небольшие тонкие ломтики. Теперь мы нашу картошку выкладываем на сковородку, предварительно смазав ее маслом, и обжариваем до золотистой корочки. Как я уже сказал, особо усердствовать при жарке картошки не стоит. Вполне достаточно будет вот такой вот небольшой золотистой корочки. Ну и теперь нам нужно взбить яйца с луком, солью и небольшим количеством молока. Молоко я добавляю для того, чтобы внутри она была не такой плотной, как обычно. То есть, скажем, если вы купите тортию где-то в магазине, то, скорее всего, она будет очень плотной, и даже теплой ее есть будет, на мой взгляд, не очень приятно. Мне гораздо больше нравится, когда тортия плотная снаружи, то есть у нее есть неплохая золотистая корочка, достаточно плотная. Но внутри она чуть более жидкая, ее можно промакивать хлебом. Короче говоря, на мой взгляд, так гораздо вкуснее. Теперь добавляем взбитое яйцо в нашу румяную картошку, и все это вместе отправим на сковородку на небольшой огонь. Яйцо в нашу румяную картошку. Немножко разровняем, чтобы картошка была равномерно распределена. Накроем крышкой и будем жарить на медленном огне. Жарить тортию нужно с двух сторон до образования золотистой корочки, и сейчас будет, пожалуй, самый сложный этап. Нам нужно будет тортию нашу перевернуть, так, чтобы она не развалилась и по дороге ничего не потерялось. Так. Ой-ой-ой. Развалилась. Ладно. Что ж. Shit happens. Поэтому у нас будет такая. Тортия неправильной формы. Вот такая вот не самая красивая тортия, прямо скажем, у нас получилась. И вообще, в принципе, я думаю, что это произошло потому, что я поставил слишком сильный огонь, чересчур сильный, и она не успела проготовиться сверху, а снизу уже покрылась достаточно неплохой румяной корочкой. И нужно было поставить огонь еще меньше, для того, чтобы она и снизу покрылась корочкой, и сверху успела слегка проделаться, для того, чтобы ее можно было без проблем перевернуть. Вот такая вот получилась тортия, и даже несмотря на неудачу с переворотом, со второй стороны она вышла вполне неплохо, хотя и чуть-чуть подгорела, на мой взгляд. Нужно было ее чуть поменьше жарить. Внутри, как вы видите, картошка и не очень плотное яйцо, это за счет молока. Как раз так, как я люблю. Ну и сейчас я буду ее есть. Вот такая вот у нас получилась тортия, и помимо такого момента с луком, о котором я уже упоминал, в тортию часто также добавляют перец, либо чорисо, либо какое-то другое мясо, короче говоря, много-много разных ингредиентов, но классической тортией все-таки считается именно яйцо с картошкой, то есть такой омлет с картошкой. Надеюсь, вам было интересно, и я более чем уверен, что очень просто можно приготовить тортию даже в наших странах, на постсоветском пространстве, все ингредиенты доступны. Можно экспериментировать, добавлять какие-то новые ингредиенты. Ну и надеюсь, у вас получится, будет также очень вкусно. Ну и как обычно, если у вас остались вопросы по этому видео, либо вообще вопросы по иммиграции в Испанию, по жизни в Испании, то пишите в комментариях или в скайпе, буду рад вам помочь. Спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых событиях на канале. И удачи! Пока!